Привет, я Егор, и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Что такое война? Почему она начинается? Из-за чего? Кому она нужна? Вот все те вопросы, на которые я даже не буду пытаться сегодня ответить. Напомню только, что к войне относятся по-разному. Кому-то это кажется биологической необходимостью, кому-то проявлением человеческой культуры, но это все не важно. В любом случае, военные конфликты у человеков отличаются от конфликтов за территорию животных. Хотя это тоже спорно. Но! У людей есть штука, которой нет, например, у лосей, или утконосов, или голых землекопов, хотя последние как раз, наверное, могли бы это сделать. Армия. Итак, Египет. Алена, рисуй шкалу. Воевали в древнем царстве, медным и каменным оружием, но это не очень интересно. А вот что интересно, так это то, как комплектовалась армия фараона. Она собиралась в специальных военных поселениях. Воины самостоятельно шли на службу, им за это подкидывали в собственность немного земли. Еще просвещенные египтяне не брезговали пользоваться более дикими соседями. Как только армия фараона покоряла очередное племя, оттуда набирались воины. И этих воинов даже нельзя считать наемниками, потому что не сохранилось никаких свидетельств о том, что они получали хоть какую-нибудь часть добычи. А еще в древнем Египте у всех воинов было одинаковое вооружение, что как минимум признак неплохой организованности. Ну или тотальной всеобщей бедности. Древнее царство постепенно сменилось средним из-за грязни фараонов, жрецов, правителей провинции, децентрализации всего и вся и так далее. Это время уже эпоха серьезных завоеваний. Естественно, поэтому пришлось прийти к некоторым инновациям. Например, уже полноценному использованию частных наемнических отрядов, созданию личной гвардии фараона, из которой назначались полководцы, а еще к бронзовому оружию. Ну а еще с уверенностью можно сказать, что во времена Среднего царства полководцы уже научились совмещать боевые действия флота и сухопутной армии. За все это время, кстати говоря, мастерство осад и штурмов практически не развивалось. Никаких тебе машин смерти, звезд смерти и планет смерти. И в основном потому, что дома и крепости, и египтяне, и их соседи строили в основном из песка и палок, я хотел сказать, но палок-то в общем-то как раз не было. Строили из мягкого песчаника и необожженного кирпича, так что разбиралось это все даже каменными или бронзовыми топорами на куски спокойно. Зато египтяне догадались прикрутить к осадной лестнице колесики, чтобы не таскать все на своем горбу. Знаменательная штука для Египта началась в 18 веке до нашей эры и закончилась спустя лет так 300. Штука называлась гиксосы. Этот народ азиатской наружности надолго завоевал Египет и привез с собой колесницы. Но прежде чем о них говорить, стоит вспомнить Вавилон. Где-то в это же время просто издается документ, регламентирующий права и обязанности воинов. Ну да, вы правильно поняли, это кодекс Хамураппи. Какой мы еще документ можем вспомнить, когда мы, блин, говорим о древнем мире? Колесницы – это бог войны древнего мира. В Хецком царстве и в Месопотамии они были такими довольно тяжелыми, на них стояла куча народу, причем в основном копейщики, ну и, собственно, погонщик. А вот изобретательные египтяне догадались всю эту конструкцию облегчить, поставить сверху лучника, а по бокам прикрепить такие огромные ножи, чтобы когда эти колесницы скакали через ряды врага, все это превращалось в натуральную мясорубку. Сэм, за нами какая-то мясорубка. Так всегда с колесницами, Генри. Короче, еще очень долго колесницы были важнее, чем, блин, танки во Вторую мировую войну. Ко временам Рамзеса II колесницы составляли большую часть египетской армии. Все это привело к тому, что в Египте появилась целая избранная каста воинов, и все они управляли колесницами. А все дело было в том, что в пустынном Египте было не очень много материала для строительства деревянных колесниц, и доверить ее могли только человеку, ну, в общем-то, знатному. Даже простой погонщик, стоявший на колеснице, был очень уважаемым человеком. Нет, ну а кто еще нужен государству? Как говорил один из египетских фараонов той эпохи, бедный человек смута в войске. А еще примерно в эту эпоху, во времена Рамзеса III, в Египте начала появляться командирская дисциплина. С этого момента в египетских источниках стало гораздо меньше свидетельств о том, как какой-нибудь военный поход провалился из-за того, что командиры не смогли договориться между собой. Ну и к этому моменту снова стоит вспомнить междуречие. К XI веку Ассирия, пришедшая на место Аккада, вообще забила на всю идею с призывом, дележом с земли и так далее. Большая регулярная армия, это уже было серьезно. Ну а еще там придумали конницу. Знаете, конница это такая колесница без колесницы. В смысле, изначально это действительно так и выглядело. Верхом ехали двое, воин и всадник, и оба без стремян. А еще там появились инженерные войска. Тоже впервые в ассирийской армии. Кстати, поскольку идею с конницей начали тыреть все, кому не лень, а сирийцы придумали еще и контрмеру боевых собак. Мастифы отлично гоняли вражеских лошадей. Следующий большущий шаг в развитии армии сделали уже, конечно, греки. К VIII веку их уникальная система городов-государств, полисов, сложилась, и они смогли посмотреть на армию с совершенно новой стороны. Короче, известные греки своей фалангой. Строй копейщиков, собиравшийся из свободных граждан. Твое место в фаланге, это твое место в обществе. Всех свободных граждан с юности учили воевать таким образом, и подобная сплоченность, в общем-то, неплохо работала. Изначально, кроме копейщиков, в армиях полисов ничего не было, но когда пришлось воевать с персами, все же пришлось подумать о всяких там лучниках и прачниках. Впрочем, персы все равно ничего не смогли. Забавно, что настоящей дисциплины, системы обучения и наказаний в греческих армиях не было. Все строилось на чувстве гражданской ответственности. Чтобы, например, афинскому полководцу наказать своего воина за какое-нибудь даже чисто воинское преступление типа трусости в бою, ему нужно было вернуться из компании в Афины и обратиться там с жалобой в народное собрание. Потом был бардак после Пелопонесских войн, и кроме резкого роста количества наемников, ничего интересного с устройством античных армий не происходило ровно до событий, которые начались в одной маленькой балканской стране. В ней папа Александра Македонского Филипп создал для себя, ну и для своего сына, весьма любопытную для тех времен армию. Во-первых, в ней воинам регулярно платили. Не то что тебе или мне, друг. Во-вторых, Филипп II сделал упор на кавалерию, которая, кстати, воевала клином. И я не могу не сказать, кто придумал клин. Понимаете, построение клином придумали лошади. Когда табун лошадей окружает стаи хищников, этот табун самостоятельно строится в клин и пытается прорваться через окружение. Это же просто охренительно. А еще Филипп ввел целую систему офицерской подготовки, причем весьма коварную. Он забирал детей из знатных семей и воспитывал их, ну, в пажеском корпусе, условно говоря. А когда они вырастали, они становились командирами армии Македонии. Таким образом, в Македонии появлялись отличные военные кадры, во-первых, а во-вторых, обеспечивалась лояльность знатных семей. Ну, потому что их детишки, в общем-то, находились в плену царя, пока воспитывались пажами. Еще говоря о развитии греческой и потом македонской армии, нельзя не сказать о Сариссе. Сариса — это очень длинное копье, о котором до сих пор не могут договориться, как же это работало. Копья, иногда достигавшие длины в 6 метров, невозможно использовать так, чтобы это было удобно и эффективно. Военные теоретики 19 века предполагали, что копья в задних рядах были намного длиннее копий в передних, и чуваки из задних рядов просто клали копья на плечи или щиты чувакам в передних. Но поскольку проверить и доказать это невозможно, это все только теория. Короче, македонская армия была лучше вооружена и лучше организована. А еще она была куда более разнородна, чем греческие армии, потому что македонцы, в отличие от снобов греков, набирали свои войска, солдат из захваченных территорий. Была у этого и обратная сторона. После смерти Александра армии его наследников Диадохов постепенно превращались в нерабочую кашу. А еще в армиях Диадохов повсеместно использовались слоны. Ну и, наконец, самое вкусное. Римская республика. Я тут что-то упоминал о дисциплине. Вот в Рим ее завезли. Завезли в Рим ее розгами, силами ликторов, смертной казнью, ну, в общем, такими штуками. К пятому веку в Риме существовал всеобщий призыв. В армию не забирали только совсем неимущих бомжей, но и те, в конце концов, добились своего права служить. Право служить они добились. Впрочем, поскольку армия была нерегулярной, а ополченческой, милицией, право у них-то было, как и у всех остальных, только во время войны. Римские солдаты изначально делились на три группы – по уровню прокачки, шмота и возраста. Молодых и перспективных мечников-гастатов, мечников в самом расцвете сил принципов и высоколевельных суровых копейщиков-триария, в которых выпускали в бой только при крайней необходимости. Еще часто в армию входили совсем молодые и бесперспективные застрельщики-велиты. Еще важнее то, что к IV веку до н.э. из всего этого сделали легион. Манипулярный легион. Появилась строгая иерархия отрядов в армии, и та стала наконец-то подвижной и маневренной. Совершенствовались дисциплина и боевая подготовка. А еще, в отличие от фаланги, легион строился в несколько линий. Все шло неплохо, римляне побеждали соседи один за другим, пока не столкнулись в первый раз с Пирром, единственным из диадохов, чья армия действительно что-то могла. У Пирра были профессиональные оплачиваемые войска. И столкнувшись с ними, римляне поняли, что ополчение все-таки не выход. К концу пунических войн и Рим заимеет регулярную армию. Важнее другое. Римские полководцы разделили армию на самостоятельные тактические единицы. Деление на отряды присутствовало в истории и раньше, но именно римский легион стал использовать по-настоящему сложные маневренные построения. Как я уже говорил, в несколько линий. Фаланга, не так давно властвовавшая на поле боя, по сравнению с римскими манипулами, была абсолютно неуклюжей. Об этом, кстати, много писал по Либии, когда писал о завоевании Римом Македонии. Ну и да, дисциплина. Напомню, что все эти римские дороги, которые до сих пор на своем месте стоят, построены римскими солдатами. И последний важный шаг в организации человекоубийственного процесса в античном Риме совершил Гай Марий. Добрая тетушка-фея римских легионеров. При его реформах римская милиция волшебным образом превратилась в профессиональную армию со свободной, ну типа контрактной вербовкой. Убрали устаревшее уже лет как 150 деление на всяких там триариев, тем более, что по вооружению к его жизни они уже не различались. Структуру армии очередной раз усложнили и реорганизовали. А из-за того, что окончательно из римского легиона были убраны велиты-застрельщики, уклоняться от боя или осторожно его завязывать стало труднее. Поэтому основной тактикой римлян стало решительное наступление, атака. И это отлично работало. Но о том, как это работало, и о том, как это перестало работать, и о том, что работало в средние века, ну да, в следующий раз.